Здравствуйте всем! Очень приятно вас видеть, потому что буквально недавно я также сидела на митапе теплицы, и тут Маша говорит, приходи, поделись. Я думаю, вот интересно, чем делиться, особенно после того, как мне Маша написала, что будет подарить жизнь. Поделись. Окей, сказала я, попробуем. Я представляю Калининградский благотворительный центр «Верю в чудо», центру 10 лет. Это крупнейшая благотворительная организация Калининградской области. Я здесь, скажем так, московский координатор. То есть мы с мужем долго поддерживали, он жил так, мы переехали и как бы решили поддерживать именно наш центр, поскольку строим хоспис в Калининграде как раз для разных сложных тоже моментов и деток. С теплицей наш центр тоже давно дружит. Вот теплицы нам сделала сайт как раз хосписа, на лейке мы работаем, на основном сайте, на сайте хосписа собираем пожертвования. То есть на самом деле уникальный опыт взаимодействия. Ну и теперь про Инстаграм. И вот это вот как сейчас. Не сказать, что прям идеальные супы, но как бы как-то есть. Вот это то, с чего вот все начиналось. Начинала вести не я, и я на самом деле тоже в Инстаграме, ну просто как мне нравится, прикольно. То есть профильного образования у меня нет, мне просто, ну вот, очень хотелось узнать. Вот это наш директор центра София Владимировна Логутинская, наверняка тоже кто-то где-то что-то слышал. И наш первый пост 12 ноября 2013 года. Вот с момента до августа этого года у нас было 1707 подписчиков. Вот за 4 года 1700 человек. С одной стороны, как бы здорово, что не ноль. И мне вот именно с этим человеком, ну как бы, да, с этим, как сказать, маркером достался Инстаграм. А с другой стороны, они практически не шли люди, да. То есть мы вроде, нас все знают в Калининграде, блин, у нас куча там тегов и так далее. И все приходят, но почему-то в Инстаграм у нас народ не идет. Стали пробовать вообще постить, но, вот знаете, я так посмотрела, проанализировала. Мы постили для себя. Вот вообще, мне кажется, если я сейчас не права, то это касается нас, и слава богу. Но мне кажется, МКО грешно иногда тем, что мы для себя. Мы вот как бы, мы такие особенные, мы такие прям замечательные. Вот мы для себя напишем, а как бы поняли подписчики, не поняли, как бы никого не интересуют. Вот, и постили вообще все подряд, и гифки, и какие-то странные фотки, да, и афиши, и анонсы. И, ну, как бы смотрится вот как-то так. Тоже, конечно, примерялись с хэштегами вообще, пытались понять, что это, как это, с чем его едят. Вообще, надо ли? Вот, долго думали, что, оказывается, надо. Тут вот я Юлю услышала, думаю, блин, не надо. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, нам всем быстрее надо понимать, что актуально на данный момент. Если вот уже это не прям так важно, то, может быть, уже и бросить это изучение и заняться чем-то другим. Тоже мне очень понравилось, как раз вчера пересматривала, что мы постили до этого, и я поняла, что, ну, вот, на фотках с моим прекрасным ребенком, ну, в смысле, подопечным, но, как бы важно ли мне, вот, как подписчику, как другу, да, вот перекладывая на то, что Юля говорил, я захожу, у друга написано «Сегодня в эфире комсомольской правды». Как бы, что я получила от этой информации, я не понимаю. Поэтому сейчас у меня главная задача, чтобы пост приносил какой-то смысл информационный или развлекательный, там, да, по сбору чего-то, там, по жертвованию ресурсов и так далее. Но чтобы это было не просто, как бы, а вы что. Вот, конечно, все это надо было пройти, и вот я получаю, это уже, скажем так, то, что я начинала. То, из чего я начинала, до меня, до того, как я начинала это вести, у нас был приход раз, точнее, в месяц 60 человек. Ну, как бы, с одной стороны, кажется, ну, реальные пользователи, супер. Я стала смотреть, что вообще, чем интересен, что люди любят, и, не повериться, начала вот-вот с такой абсолютной простоты, ерунды, но почему-то пошло. Вот, я не понимаю, почему, но мне кажется, вот, приятно зайти в Инстаграм, увидеть, там, или доброе утро, или добрые ночи, и как-то так улыбнулся, и нормально. И, на самом деле, наши пользователи очень это любят. Это очень здорово, на самом деле, меня очень радует, и тем самым мы нарабатывали, ну, как бы, большое количество контакта. Он такой, да, как бы, на секунду посмотреть, улыбнуться и забыть, но это нам помогало каждый раз после такого поста, кто-то приходил, подписывался и оставался. Дальше, опять же, стали смотреть нашу аудиторию, все об этом говорили, что надо знать ее, и это, на самом деле, так. Пока мы знаем про свою аудиторию не так много, но, как бы, я знаю, что наша аудитория абсолютно терпеть не может вот такую какую-то графику. Не важно, про что она, не важно, с каким она вообще посылом и контентом, но если это графика, а не фото, отклик гораздо меньше. Хотя история победы, ну, то есть, там, дальше красивая еще история, нет, вот точно нет. Поэтому, как бы, я перестала это делать очень много и часто. Вот, мы ведем сборы, да, они у нас, скажем так, поскольку мы не огромные организации, они у нас тоже не очень огромные, но, скажем, через Инстаграм людям проще нам помогать, мы даем все время какую-то ссылку сверху, и люди действительно переходят. То есть, тоже, скажем так, попробовали, получилось. Опять же, когда что-то получается, на тебя все время наседают и говорят, ну, давай еще, давай, давай. Я не знаю, сталкивались вы с этим или нет, но я прям так говорю, подождите, только что был сбор, давайте что-то еще. Как бы, если оно работает, не надо в него сразу все пытаться выжить, и потом оно там работать перестанет. Поэтому план нужен мне лично в голове, у меня тоже нет прописанного плана, хотя я периодически стараюсь это делать, но он как раз нужен для того, чтобы понимать вообще, а что я еще не постил, что я уже запостил. Вот, то есть, мне он вот такой полезный. Да, мы проводим, кстати, аукционы, и это прям, мне кажется, один из таких самых страшных кошмаров, потому что, а давай, у нас есть классный лот, у нас есть классный инстаграм, давай. Ты тратишь на это колоссальное количество времени, потому что надо написать красиво, надо сделать там чудо-фотку, надо что-то еще, там собрать какую-то аудиторию, об этом кому-то написать, что будет здесь аукцион, дать ссылку, а в результате там выход, ну, максимум, там, да, 5-6 тысяч рублей. Ну, как бы, классно, конечно, но понятно, что мы все хотим больше, поэтому мы с этим тоже стараемся не перебарщивать, но, как бы, пробовать пробуем. Вот, еще я поняла, что наши, например, пользователи безумно обожают, когда вот по горячим следам. То есть, вот сегодня мы анонсировали, что у нас начался реабилитационный лагерь Мираклеон, мы обязаны, вот, ты почти мертвый, полуспящий, но ты за посте, как все прошло, потому что людям это важно, они читают, они готовятся, они помогали к организации вот этого Мираклеона что-то сделать. И вот, когда, да, мы пишем, что вот оно началось, там, какой-то последний или первый день, и люди очень сильно вовлекались, и в этом, ну, то есть, было ощущение, что мы там, и мы так с детьми, и так это здорово, и из-за этого люди тоже и остаются, и пишут, и, на самом деле, Инстаграм какой-то в этом смысле магический, у нас в комментариях практически ничего нет. Я прям очень переживала по этому поводу, зато все пишут в директ. А чем помочь, а что принести, а у меня есть вот это, куда вот это? И ты думаешь, ну, класс, значит, работает вот так. Вот, и, на самом деле, еще Инстаграм наш, да, вот наши пользователи, ну, опять же, то, что я говорю, это не является каким-то, да, для всех вариантом, то есть, может что-то у вас пойти, что-то не пойти, то есть, просто, ну, смотрите, как реагируют люди. У нас народ очень любит, когда им искренне за что-то говорят спасибо. Вот мы писали о том, что, ребята, соц, у нас через пять дней заканчивается акция, а у нас еще сто свободных подарков. И начались шеры, лайки, там, какие-то еще комментарии, и потом этот же пост написали, осталось 50 подарков, 40. То есть, они настолько быстро реагируют, что потом на пост о том, что мы вот сегодня, да, вот сделали, там, объехали столько-то народу, вот комментарии от семей, вот там фотка прекрасных деток, которые дождались своих подарков, это вызвало для нас, ну, прям, какой-то вообще колоссальный отклик, хотя в неудобное время я опубликовала, ну, как-то так сложилось. Вот, и получается, что на данный момент за семь месяцев, что я веду аккаунт, к нам присоединилось две тысячи подписчиков. То есть, если сравнивать четыре года, да, и как бы та же самая цифра и семь месяцев, то результат, несомненно, есть, и пусть он вообще крохотный, и вообще маломальский, и не дотягивает до идеала и желания, но, на самом деле, надо просто делать, постить, смотреть, скажем так, да, выбирать, что понравится именно вашим людям. Ну, мы еще себе на голову решили еще одну сложность положить и завели интернет-магазин. Это прям супер, я вам скажу, это так классно, когда он есть. Но вот я делилась со своей коллегой только что. У нас море просто сувенирки, но вот ее девать некуда. Мы и на ярмарках, и на мероприятиях, и везде. Я выложила всю сувенирку меньше, чем в месяц. Вот как бы. И потом ты понимаешь, что постить уже нечего. Ну, как-то начинаешь разворачиваться, придумывать какие-то там рубрики. Кстати, народу безумно нравятся рубрики, не знаю почему, но это прям вот обязательно у нас есть такие штуки. Вот, рубрики, просьбы, предложения, анонсы. И это вот тоже заработало по чуть-чуть, постепенно. Ну, вот, это основной аккаунт, это вот магазин. Но надо сказать, что на самом деле для нас пока регулярность очень важна. И если мы не будем каждый день постить, может быть, не сразу все отпишутся, но люди уже ждут, люди ищут, спрашивают, да, какие-то вопросы задают, хотят чем-то помочь. При этом надо на самом деле не бояться доверять своей аудитории. У нас вот был такой момент, хотя честно скажу, я думала, что я вернусь опять на там 1707. В Новый год, когда были каникулы у всех людей, мы честно попытались тоже взять каникулы. Мы написали, друзья, мы вас поздравляем, мы вернемся в эфир 9 января. И люди ждали. То есть они не уходили, они там вообще, не знаю, они не делали ничего, они прямо вот сидели, ну, хорошо, у вас тоже выходной. То есть, ну, нужно быть честным со своими, да, подписчиками. И вот как раз то, что Юля говорила, мне кажется, как-то я подсознательно почувствовала, как будто бы с друзьями общаться. И то есть, ну, как бы у меня отпуск, ок, всем отдохнуть супер. И люди отдохнули от нас, и, собственно, мы от них. Вот, поэтому, ну, не бойтесь экспериментировать. В любом случае, кто ушел, ну, может быть, вернется или вернется кто-то еще. Вот, это то, что у нас внутри интернет-магазина живет. И новогодние подарочки, и значки. И не бойтесь как-то креативить с тем, что у вас есть, и даже там повторяться. Если вы увидите, тут особо большого размахта и нет. Вот, да, и когда я сейчас, вот, когда мне начинает быть очень грустно, и кажется, что все неэффективно, плохо, и вот, подари жизнь 35, а я тут. Вот, на самом деле, да, очень часто бывают такие моменты, и смотрю, читаю, там, думаю, ну, надо что-то еще придумать. А потом ты понимаешь, что вдруг, в принципе, когда 10 лет существует центр, и особо звездных друзей у него нет, а потом так, благодаря Инстаграм, бах, и вот, Андрей Чернышов, Мария Доброжитская, это наши попечители. Но благодаря Инстаграм, они начали еще и еще больше что-то делать, и делать очень полезно, и привлекать своих друзей, потому что до этого, ну, скажем, было немножко другое взаимодействие. То есть здесь открылись новые горизонты для нас. Никита Бурмистров и его жена Мария, собственно, тоже давние наши попечители, и с удовольствием публикуют все то, что там мы просим, предлагаем. Для них это прям, ну, даже какая-то такая маленькая, но безумно приятная радость. Благодаря Инстаграму у нас появились актеры Денис Васильев и жена Ирина Таранник. Да, это не те прям медийные-медийные, которых мы каждый день видим по телевизору, но, опять же, да, я их тоже всех пишу в директ, и важное правило, если я вижу, что там написано, я, может, сейчас какую-то вообще глупость скажу, но для меня это тоже было важно, что рука тянулась сама. И когда хочешь написать, а давайте мы нам там как-нибудь, да, законтачимся, ну, у человека уже написано, что он попечитель или там друг такого-то фонда, ну, как бы я не трачу время, я знаю, что будет отказ, ну, зачем? И как бы и соперничать, да, и бессмысленно и им, и мне тратить время. Вот, но как бы это, скажем так, такие прям наши мастандонты, такая наша хорошая базовая основа. А есть еще те люди, которые, в общем, где-то чуть популярнее, кто-то их больше знает, кто-то меньше, но на самом деле достучаться к ним, ну, то есть не надо надеяться сразу прыгнуть там на того, кого 9 миллионов подписчиков. Прям реально начинаем с малого, с 30, даже с 5 тысяч подписчиков, ну, как бы. Это тоже принесет определенный результат, причем я вам абсолютно серьезно говорю. Есть одна актриса, потрясающая, вот, обожаю ее, вот, совсем. Мы с ней как-то встретились, я с ней просто поговорила, говорю, ну, вот такой-то, тартям-то занимаюсь. Она сидела на меня, вот так смотрела, и потом привлекла кучу своих друзей, которые тоже в Инстаграме что-то постили, у них есть своя история. То есть, ну, не всегда количество показателей подписчиков в Инстаграм говорит о том, что, ну, как бы, человек вам будет полезен или не будет. Поэтому вообще прям обнуляйтесь, снимайте все вот это из головы, просто встречайтесь, пишите, вот. То есть нам помогает еще и Юльта Больницкая, Никита Ельфремов. Марк Тишман, кстати, писал, а ему не я. Мы общались с Ноной Гришаевой, и она вот привлекла его как друга на разовые какие-то такие моменты. Вот. Валди Спилиш тоже, в том числе через Нону Гришаеву, ну и Светлана Сергеевна Дружинина. То есть, на самом деле, надо просто не бояться. Начать сделать, даже если скажут нет, вообще ничего страшного, ну, как бы, нет, и вам хорошо, и им хорошо, и вообще все хорошо. Вот. Да, вот. Это, собственно, наши дети, то, чего я вам показывал меньше всего. Но вот вспоминая о том, какой путь надо было пройти, какой мы проходим до сих пор, и случаются какие-то и кризисы, и то, что, может быть, не надо, может быть, не стоит, может быть, что-то еще, а может быть, я неправильно что-то делаю, делайте, и вы сами поймете, как правильно, потому что вы себе являетесь, если вы горите, действительно тем самым цензором лучше всех. Вот. Спасибо всем огромное за внимание. Еще есть время для вопросов. Может быть, не меня, может быть, не меня. Как получится. Вот. Спасибо. Спасибо.